Hi, my friends! We continue our playlist. Действительно, на самом деле, контрольная работа очень интенсивная, не такая простая. Я надеюсь, вы не уснули, как кот. Это только кажется, что он спит, на самом деле он всё слушает. Итак, друзья мои, весь материал есть в нашем плейлисте. Мы с вами продолжаем. Сейчас только проверка знаний. Итак, let's continue. Мы знаем друг друга очень долгое время. Мы знаем до друга. We've known each other. Очень долгое время. Я со своими коллегами рассматриваем это приглашение сейчас. Я со своими коллегами рассматриваем are considering это приглашение this invitation сейчас мы по умолчанию говорим просто без now. Во время present continuous мы говорили my colleagues and I are considering this invitation. Она еще не выбрала свою будущую профессию. Она she еще не выбрала свою будущую профессию. She hasn't chosen her future profession yet. She hasn't chosen her future profession yet. я думаю об этом очень давно. Или очень долгое время дословно. Я думаю об этом очень долгое время. Я думаю об этом. I've been thinking about it. Значит, если давно мы говорим for a long time если очень давно очень долгое время for a very long time. I've been thinking about it for a very long time. Мы работаем вместе давно. Мы работаем вместе for a long time. We've been working together for a long time. Она работала три часа когда я ушел из дома. Так, еще раз. Она работала три часа когда я ушел из дома. она работала. She had been working три часа for three hours когда я ушел из дома. when I left home. She had been working for three hours when I left home. В принципе, когда у нас местоимение, мы сокращаем иногда. То есть, не удивляйтесь, если вы услышите не she had, а просто she had been working. She had been working. Опять же, should это может быть или she would сокращенно или she had. Но мы смотрим на контекст и понимаем, что именно had. То есть, это такое сокращение опять же или she would или she had. То же самое, как здесь. Например, помните, есть такое сокращение she's. Это означает или she is или she has. Так что, будем также использовать именно краткую форму вот в этом времени с местоимениями. Как часто тоже говорится. She'd been working here. She'd been working for three hours when I left home. We've known each other for a very long time. My colleagues and I are considering this invitation. She hasn't chosen her future profession yet. I've been thinking about it for a very long time. We've been working together for a long time. She'd been working for three hours when I left home. I работ здесь пол года. Я работаю здесь. I've been working here пол года. For half a year. I've been working here for half a year. Мои друзья хорошо проводят время сейчас. Мои друзья. My friends хорошо проводят время сейчас. I have a good time. My friends are having a good time. Опять же, можно добавлять now для усиления, если вам так привычнее. My friends are having a good time now. Этот дом принадлежит мне сейчас. Этот дом принадлежит мне сейчас. belongs to me now. This house belongs to me now. Я никогда не работал там. Я никогда. I've never не работал там. Worked there. I've never worked there. Я вспомнил, что я забыл ключи дома. Я вспомнил, I remembered что that я забыл ключи дома. That I had left the keys at home. I remembered that I had left the keys at home. Они разговаривают около часа. Они разговаривают they've been talking около часа for about an hour. They've been talking for about an hour. Опять же, также допустимо they've been speaking, но обычно в этом контексте talk разговаривают, обсуждают что-то, поэтому по умолчанию его используем. They've been talking for about an hour. Когда она пришла домой, я делал те упражнения полчаса. Когда она пришла домой, when she came home. я делал те упражнения полчаса. I've been doing those exercises полчаса for half an hour. When she came home, I've been doing those exercises for half an hour. Okay. I've been working here for half a year. My friends are having a good time now. This house belongs to me now. I've never worked there. I remembered that I had left the kids at home. They've been talking for about an hour. When she came home, I've been doing those exercises for half an hour. Вопрос. Она когда-либо задавала этот вопрос? Она когда-либо? Has she ever задавала asked этот вопрос this question? Has she ever asked this question? Я буду делать это упражнение полчаса к тому времени, как он вернется. Я буду делать I will have been doing это упражнение. this exercise полчаса for half an hour к тому времени by the time он вернется. He comes back or by the time he returns. I will have been doing this exercise for half an hour by the time he comes back. Вопрос. Ты когда-либо хотел стать миллионером? Ты когда-либо? Have you ever хотел wanted стать миллионером? to become a millionaire? Have you ever wanted to become a millionaire? millionaire? В то время, как они испытывали большие проблемы, наши проблемы исчезали. В то время. while они испытывали. They were experiencing большие проблемы, big problems, наши проблемы исчезали. our problems were disappearing. while they were experiencing big problems, our problems were disappearing. он потерял свой бумажник вчера. он потерял. he lost свой бумажник, his wallet вчера, yesterday. yesterday. lost his wallet yesterday. он потерял свой бумажник в этом месяце. он потерял. he lost свой бумажник, his wallet в этом месяце. this month. he lost his wallet this month. Вопрос. Я достигну уровня advanced в английском к следующему году. Я достигну. will I have reached уровня advanced an advanced level в английском in english к следующему году by next year. will I have reached an advanced level in english by next year? has she ever asked this question? I will have been doing this exercise for half an hour by the time he comes back. Have you ever wanted to become a millionaire? Or while they were experiencing big problems, our problems were disappearing? He lost his wallet yesterday. He has lost his wallet this month. Will I have reached an advanced level in english by next year? My friends, thank you. We continue our playlist.